В 2008 году старейший военный вуз страны впервые набрал девушек. Всего 19 человек. Через 5 лет стало ясно, что решение было правильным. Первый выпуск оказался сильным. Поэтому впоследствии количество специальностей было увеличено с одной до четырех. При последнем наборе конкурс составил рекордные 16 человек на место. Девушек, желающих учиться в академии, не пугает даже армейский распорядок дня. Утро у нас начинается в 6 часов. В 6.10 утренняя физическая зарядка. После зарядки в 7 часов у нас завтрак. После завтрака девушки убывают на занятия. На занятия они бывают до 15 часов. После самоподготовка, ужин и отбой в 10 часов. Екатерина – выпускница первого набора. Мечта детства осуществилась в 2008 году. Удалось поступить в Можайку. А в 2013, окончив академию с золотой медалью, она по распределению осталась в родном вузе курсовым офицером. Сейчас под чуткой опекой Екатерины 130 девчонок. И все они искренне считают, военное искусство отнюдь не сугубо мужское дело. Защищать родину должны уметь все. У 40% девушек родители так или иначе имеют отношение к военной службе. И выбирая для себя профессию, дети решили пойти по стопам родителей. Проблема выбора учебного заведения перед ними не стояла. Они твердо знали, куда поступать. Военно-космическая академия имени Можайского ведущая вуз страны военной. Будущая за компьютерами, поэтому, а даже без компьютеров никуда. Комфорт, с которым девушки проживают в общежитии, позволяет, не отвлекаясь на бытовые проблемы, целиком сконцентрироваться на учебе. Для полноценного досуга оборудованы спортивные залы, музыкальный уголок, библиотека. Есть возможность посещать различные факультативы. И, конечно же, в культурной столице не обойтись без походов в театры и музеи. За два года Академия имени Можайского выпустила почти 100 офицеров прекрасного пула. И с каждым новым выпуском войска воздушно-космической обороны не только пополняют свои ряды специалистами высочайшего уровня, но и становятся гораздо красивее.